Всем привет! Это еще один эпизод из серии Магия Го. И в этом видео мы поговорим о форме, которая не является каким-то супер-тисудзе, но при этом, судя по количеству ошибок, которые делают игроки в этой форме, она вполне может считаться волшебной или заколдованной. Итак, встречайте. Великая и ужасная, изогнутая четверка в углу. Начинаем! Итак, форма, о которой пойдет речь, вот она, изогнутая четверка. Как несложно заметить, эта форма живет. Все потому, что у белых есть два пункта MI-AI в центре. Если черные занимают один из них, белые занимают второй и живут. Эту форму можно поворачивать, можно переставить в другое место, но ничего не поменяется. Она все равно будет жить. Ее можно поставить куда угодно. Просто куда угодно. Кроме как, когда эта форма оказывается в углу. Ну, конечно, не в любом углу и не просто так. Например, все вот эти три формы, которые вы видите, все это изогнутые четверки, и все они находятся в углах, но при этом все три белые группы живут. Поэтому даже в углу нас интересует только одно положение этой формы. Вот эта форма. Если здесь ход белых, то они легко выживают ходом в центр. Сюда или сюда. А вот если здесь ход черных, то, безусловно, жизни у белых уже не будет. Черные занимают этот пункт. И из-за особых свойств угла белые вынуждены сопротивляться вот так. Черные забирают камень, атари и ко. Сейчас белым нужно искать ко-угрозу. Если она окажется недостаточно большой, то черные забирают всю группу. Если у белых будет одно внешнее доме, то ничего не меняется. Но вот если таких внешних доме будет два или более, то ко здесь уже не будет. Теперь белая группа живет. И вот почему. Черные снова вторгаются. Белые делают тот же самый ход. Черные забирают. Но теперь белым не нужно играть ко. У них достаточно внешних доме для того, чтобы дать атари. И соединение здесь теперь самоубийство для черных. Поэтому все, что они могут сделать, это сыграть снаружи. Белые забирают два камня и живут. Но это довольно простая форма. Здесь прямой око и кто угодно может его посчитать. Тогда почему вообще мы об этом говорим? Где здесь подвох и в чем скрываются подводные камни? А скрываются они не в самой этой форме, а в тех, которые сводятся к ней. Я говорю вот про эти три. Все эти формы очень похожи на секи. Но вот только секи они не являются. Давайте посмотрим по порядку и более внимательно. Это своеобразные односторонние секи. Белые здесь ничего делать не могут. Например, если белые попытаются дать атари с любой сторон, то черные тут же соединяются и получается мертва форма. Белые погибли. С другой стороны то же самое. Черные, кажется, ничего делать тоже не могут. Однако давайте представим, что эта партия будет разыграна как обычно, до подсчета очков. И в самом конце черные закрывают внешний доме. И потом они начинают методично, ход за ходом, уничтожать все слабости в своей территории. Не давая белым ни единой коугрозы. И после того, как все угрозы будут уничтожены, черные соединяются здесь. Белые, естественно, пасуют. У них уже нет ходов. И черные играют сюда. Атари. Белые должны захватывать. И вуаля. Образовалась форма изогнутой четверки в углу. Теперь черные играют внутрь. Белые защищаются. Черные захватывают камень. И здесь белым нужно искать коугрозу. Но вот только черные основательно к этому подготовились. Потому что в этот момент у белых нет ни одной коугрозы. И черные просто-напросто выигрывают атаку и захватывают белую группу. Но все, что я вам рассказал, произошло только в нашем воображении. Потому что в реальности ничего этого не было бы. Возвращаемся обратно. И снимаем все эти камни. В настоящей партии черным не нужно занимать эти домы. Не нужно соединяться здесь и играть атаку. Им не нужно устранять все свои коугрозы и слабости. Потому что японские правила трактуют эту позицию однозначно. Белые здесь мертвы. И в конце игры эта группа будет снята с доски, как будто бы она обычная пленная группа. Конечно, бывают и исключения. Например, у белого могут быть какие-то камни снаружи. И тогда белые смогут соединиться с этими камнями и их угол выживет. Или, например, у черных есть слабости в их наружной позиции. И тогда белые могут попытаться разрезать. И каким-то образом захватить эти камни. И тогда, разумеется, белая группа живет. Но если ничего этого нет, если у черных сильная группа снаружи, если белые не могут убежать, то белые просто погибают. И ровно то же самое происходит и с другими двумя позициями. Эта позиция тоже очень похожа на секи, но в любой момент черные могут занять эти два пункта. И потом сыграть сюда, составить белых взять. И образуется форма изогнутой четверки. И здесь очень похоже на секи. Но опять же, после закрытия доме, черные могут сыграть сюда и образовать ту же самую форму. Я советую вам запомнить эти три формы, потому что они очень часто случаются в партиях. И это сэкономит вам немало времени. Вам не нужно будет думать, нужно ли здесь защищаться или не нужно. Нужно делать ход черным или белым. Ко, сэки, что здесь происходит. Вы будете точно знать, что эта группа мертва и ничего уже делать не нужно. В этом неумолимая жестокость японских правил Го. Но в китайских правилах такой проблемы просто не существует. Ведь там считается не только территория, но и каждый поставленный на доску камень. И значит, если ваш противник не согласен со статусом этой группы, то вы всегда можете доказать ему это. Просто устранив все коугрозы, не потеряв при этом ни одного очка территории. Ну а поскольку это видео все-таки о магии Го, я покажу вам один классный, пускай и довольно сложный способ, с помощью которого эта группа все равно может спастись даже в японских правилах. Смотрите. Эта форма точно такая же. А вот в этом углу черные и белые живут на двойном Ко. Конкретно для этой партии это означает, что у белых теперь есть бесконечный запас коугроз, который черные устранить просто не в состоянии. А это значит, что даже при японских правилах эта группа теперь перестает быть мертвой. Ведь когда черные захотят играть это Ко, у белых будет коугроза. Они смогут забрать этот камень и угрожать захватом всей группы черных. Такую коугрозу игнорировать черные просто не могут. А значит, черным придется либо забыть про эту группу, либо играть это Ко. Пришло время порешать задачи. И вот вам еще одна. Ход черных. Что же случится в этом углу дальше? Если вы хотите выиграть приз, то читайте подробности в описании к видео. А теперь давайте посмотрим ответ на задачу из предыдущего видео. Ход черных. У черных камень внутри и на первой линии. Каким-то образом надо постараться использовать оба эти камня. Первый ход довольно очевидный. Отари. Белые соединяются. Черные соединяются. Сейчас белым нельзя давать это отари, ведь тогда черные забирают этот глаз и эта форма мертвая. Поэтому белым, как и раньше, приходится максимально увеличить свое глазное пространство. Но тогда отари. И следует тесудзи. Белые должны забирать 4 камня. И кажется, что они выживают, но это Исиносито. Игра под камнями. Черные снова дают отари на 5 белых камней. И у белых не остается ни одного глаза. Впереди нас ждут еще много чудес Го. До скорого. Это Го Мэджик. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok